Маляры, сварщики, стропольщики, инженеры и многие другие. Всего сотня сотрудников. На Ульяновском автомобильном заводе объявляется набор вакансий. Людей мы планируем привлекать непосредственно жителей города Ульяновска. В том числе рассматриваем возможность привлечения специалистов близлежащих административных образований, готовы организовывать доставку этих сотрудников из близлежащих населенных пунктов. Если населенные пункты находятся дальше, на значительном удалении от нашей ульяновской площадки, мы готовы рассматривать варианты частичной компенсации аренды жилья. УАЗ – яркий пример предприятия, который попадал в кризисные ситуации, а затем с легкостью убирался из них. Сейчас завод находится в самом зените. После почти полугодовой работы сборочного цеха в одну смену, конвейер вновь возвращается к прежнему двухсменному режиму труда. В этом году наблюдается рост объема продаж автомобилей нашего бренда. За июнь месяц продажи составили плюс 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 3656 автомобилей мы продали. Соответственно, в второе полугодие объемы производства расти будут еще более интенсивно. Мы понимаем, что в односменном режиме работы, в котором мы сейчас выпускаем автомобили, мы уже этот объем не сможем произвести, и мы запускаем вторую смену. Работать во вторую смену начнут с 1 августа. Параллельно будут подбирать персонал. К слову, сегодня в среднем доход рабочего завода составляет порядка 30 тысяч рублей. Система оплаты труда напрямую зависит от квалификации сотрудника. Возраст для желающих трудиться на ОАЗе, как уверяют руководства, предприятие не помеха. Нужны как опытные трудящиеся солидного возраста, так и молодые и амбициозные. Возможность обучения на месте есть. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.